Хореограф работал над постановкой юбилейного концерта Аллы Борисовны, который с громким успехом состоялся весной прошлого года. Звезда вспоминает, создавать проект вместе с Примадонной было крайне тяжело. А ведь еще несколько лет назад он себе обещал, что ни при каких условиях не согласится на сотрудничество с ней. 48-летний Егор Дружинин вспоминает, впервые плотно поработать с Аллой Борисовной ему удалось в процессе создания концерта для Жасмин. Тогда Примадонна выступала режиссером проекта и была, по словам хореографа, просто невыносима. «Я себе сказал, больше не буду с этой женщиной работать никогда». Делился он. Однако спустя 15 лет Пугачева обратилась к Дружинину с просьбой заняться ее юбилейным концертом PS. И тот неожиданно согласился. Впрочем, вскоре пожалела в своем решении. Ведь королева российского шоу-бизнеса оказалась крайне требовательна к труппе, порой даже не зная, чего конкретно хочет. Впрочем, Егор с пониманием относится к стилю ее работы. Алла Борисовна при всей своей сложности абсолютно театральный человек, объяснял постановщик. «Она никогда не отвергает просто так, не говорит, принесите мне другое, но лучше. Отвергая, всегда предлагает. Это единственное, пожалуй, что меня иногда примеряло с характером ее работы. Она интуитивно знает, к чему идет. Представляет результат, но пути достижения цели ей не всегда ясны. Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала. «Я же вас не знаю». Это относилось не только ко мне, но и к моему балету. Мы привыкли к тому, что мы большие звезды. Да, мы с Пугачевой пару раз пересекались на разных проектах, но по-настоящему не работали. А что значит по-настоящему? Это когда звезда является режиссером собственного шоу. Это ее высказывание, возможно, одно из последних. Поэтому, конечно же, Алла Борисовна относится к этому соответственно. Она никогда не поверит, что тебе это нужно так же, как и ей. И правильно делает. Егор признается, что несколько раз даже хотел прекратить сотрудничество с Пугачевой. Лишь поддержка друзей, а также стойкость коллег помогли ему выдержать напряжение. Дружинин вспоминает, точкой кипения был номер, над которым танцоры упорно работали, но в итоге Пугачева его отклонила. Чувствовали себя пятилетними детьми, рассказывал он в шоу «Стрелец молодец». Я видел растерянность в глаза танцовщиков, говорил, мол, хорошо. Сам выходил и исполнял все, чтобы они шли не столько за ней, сколько за мной. Надо отдать им должное, у нас ни один артист не свалился. Да, все были в слезах, трижды обижены, но спасало чувство юмора и понимание того, что мы делаем одно дело. И когда на третью неделю работы над этим номером она сказала, вот то, что мне нужно, я был счастлив. А потом она добавила, не будем это делать. Я понял ее. Она увидела, что от номера нужно оставить буквально штрих. Потому что весь акцент в этот момент должен быть на ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА